Продолжение следует... Можно? Да. Расскажите, пожалуйста, какое у вас было задание и знали ли вы, на кого должны совершить покушение? Это кому вопрос? Это обоим ребятам вопрос. Нет, задание было взорвать машину. Конкретно объекта мы не знали. Было только сказано, получено, что есть машина, Лексус, черный, мы должны были конкретно машину взорвать. Конкретного человека не знали, это я уже сюда приехал, я позже уже сам понял, кто это. Конкретного не называлось, что за человек, лидеров мобиль, так сказать. Объектом, целью подрыва была, конкретно, был автомобиль. Скажите, пожалуйста, ну а кто перед каких обстоятельствах давал вам это задание? Какая у вас была мотивация давать согласие или не давать? Ну, изначально, изначально это несколько глубже все происходило. Еще я был завербован в октябре 16-го года службами, спецслужбами Украины. Было задание, которое проводили, вывезли на Украину товарища раненого. Там уже нас отсняли на камеру, всех взяли подписки о сотрудничестве. Как я узнал потом, чуть-чуть, несколько позже, этим всем занимался сначала Балов Павел Александрович. Ну, они же с нас взяли подписки, сотрудничество со спецслужбами. Вот, отсняли нас на камеру. А потом уже, да, уже в мае 17-го, Балов передал в Киеве нас некому человеку по имени Сергей с позывным Хорнет. Вот от него мы и получили данное задание, чтобы поехать в Донецк и взорвать машину. Как я ранее говорил, он не озвучивал конкретно, кто будет целью этой машины. Ну, кто ездит в этой машине, хозяин машины. Он просто сказал, что Lexus LX 560 черного цвета, ездит который по улице Улериха. Ну, там должны были мы взорвать с помощью СЛУ самодельного взрывного устройства. Ну, скажите, мотивация какая была? Почему вы не отказались от этого заболевания? Ну, изначально, как я уже озвучил в октябре, еще 16-го года, изначально это в день. А потом уже было невозможно просто от этого отказаться, потому что взяли, в принципе, в оборот. Так как уже пошли и угрозы со стороны, и с их стороны, что можем пострадать не только мы, что они вот эти все подписки, что мы с нас на камеру сняли, что мы с ними сотрудничаем. Все попадет в спецслужбы сюда, в ДНР, в ЛНР, что мы сотрудничаем с украинскими спецслужбами. Вот. Ну, и, естественно, угрозы по поводу семьи и так далее. Ну, уже отказаться, в принципе, было невозможно от этого. Документы настоящие, они забрали у нас. У нас не было документов даже своих. Понятно. А что можете рассказать о системе подготовки? Как таковой подготовки и не было. Когда мы еще были у Балова, ну, это январь, февраль 17-го года, несколько раз Наполеон у нас лично лазил. Там раза три, наверное, может, четыре. Просто стреляли там из пистолета ПМ и ПБ по мишеням. А что касается конкретно этого задания, лично я не проходил никакой подготовки. Лично моя задача была по приезду в город Донецк подготовить все здесь, чтобы мы могли быть существовало. То есть снять квартиры, гараж снять. Ну, вот это вот, что лично меня касается по подготовке. Ну, а тогда вопрос, как убивали Багиряна? По Багиряну его не было задачи убить. Это не было рассечение начальных обстоятельств, что произошло. И по Багиряну также не было никакой подготовки. А можно еще вопрос? Точнее, у меня по поводу подготовки все же интересует. Скажите, а вот, Игорь, вам вопрос. Скажите, вы проходили подготовку какую-то? Да, примерно в июне месяце нас с Денисом вывезли в лесной массив и там провели одну подготовку, тренировку, как это называется. Нам там показали все равно устройство, которое было позже передано сюда, путем закладки в город Донецк. Собственно, показали, как его активировать, объяснили, как его использовать, как его восстанавливать. Объяснили маршрут следования объекта, то есть место проживания объекта, и как он ездит. Объяснили, где заложить конкретно по их распоряжению было имя выбрано места заклада взрывных устройств. Вы сказали, что вы сняли гараж и квартиру. Для чего вы снимали? С какой целью гараж и квартиры использовались? Были ли скроны, тайники, и что вам через них передавали? Квартиру я снял здесь для того, чтобы просто проживать. А вот гаражи были сняты в два гаража. Один снят был в Макеевке, для того, чтобы выходили, оставить в ней в этом гараже машину и мелкие принадлежности, которые были у нас здесь в компьютерах, видеокамеры, которые были приобретены еще в Киеве. Маленькие такие. Второй гараж был предназначен для завоза сюда самодельных взрывных устройств. Ну, то бишь, чтобы... Я снял здесь гараж, нашел в объявлении в газете, снял гараж, я не знаю точного адреса, но это недалеко от улицы Щерца, спускай адрес, если вниз чуть спуститься, там гаражный кооператив. Вот. Оставлял на той же территории ключи под гаражом. По средствам мессенджеров Лайн передал там уже Сергею местонахождение гаража. На гуру карте отставлял отметку, где он находится, где ключи лежат от гаража. Также сфотографировал это место, сбрасывал по этому мессенджеру, где это все находится. Ну, и в этот гараж, как потом уже привозились взрывные устройства, другими людьми. А схроны и тайники использовали? И что передавали? Схроны также были, но в схронах передавались там паспорта, деньги. И это такое, то, что надо было, ну, в дальнейшем тоже использовать. Так как сразу деньги не давались, много денег, а давались частями. Если вот закончились, там оговаривали, что закончились деньги, передавали схронами и схронами, находились в разных местах, то в одном, то в другом месте, везде, ну, по городу Донецку. В основном это где-то более в этих зеленках, так сказать, в лесополосах, там под кустом, под каким-нибудь там, в тритах, безлюдных в основном местах. Это все точно так же скидывалось в углу карта, с местом, где-то. Маленькое описание, как, что выглядит. Таким образом, тайниками были сюда переданы паспорта. В моем случае, на моем, с моим лицом их было три паспорта. С одним я приехал, и два передались в схронах. Так же деньги передавались. Еще так же передавалась в схроне замаскированная видеокамера в виде бревна, полена, так сказать. В нем была замаскирована камера маленькая. Так же мне, я здесь, когда в июне месяце приехал сюда, в город Донецк, так же мне пригнали сюда машину. ВАЗ-2109, красного цвета. В машине там были техпаспорт, права и деньги в бардачке. Машину оставили в районе Калининского рынка. Там я ее и забрал, после чего отогнал ее на стоянку в районе Петровского храма. А вам известно, кто изготавливал паспорта? Нет, не просто эти давали. Ну, по моему мнению, паспорта на настоящий, так как к ним во всяком случае у ППС никаких вопросов не возникало. А вам известно? Я хочу второго спросить. Нет. Скорее всего, известно. Скажите, по поводу вот этой камеры бревна, где закладывалось, как использовалось это? Это первое, это было где-то в конце июля месяца, где передали сюда. Я ее забрал в районе Макеевского шоссе на выезде из Донецка и Макеевки. Там где написано Донецк, Макеевка. Конечно, Донецк, Макеевка. Там в этом районе я ее забрал. было указание получено от Сергея Хорнета, который установить ее на выезде с улицы Ульриха для доразведки о том, как ездит данная машина, данная автомобиль, как часто он ездит по этой улице Ульриха, выходящей на проспект Мира. Я там ее установил в елке напротив улицы Ульриха. Ну, второй раз, когда я ее устанавливал, я установил ее на деле. Так как это привоз, не было видно хорошая маскировка для видео. А информацию каждый день забрались? Никак нет. Раз я сколько? Первый раз не я ее забирал, а во второй раз она простояла, когда я ее забирал полторы недели. А когда вы ее поставили изначально? Самый первый раз? Я точной даты не помню, но это уже было после 20-го июля. А подробнее о взрывных устройствах можете рассказать? Как передали вообще, что это за устройство? Где хранили? Передали в гараж, который был снят предварительно. Устройств было два. Изначально обсуждалось одно, а позже сказали, что устройств будет два. Одно устройство, которое мы видели в июне месяце в районе города Киев, они нам показывали. Это самодельное взрывное устройство. На вид коробок такой. Как они объяснили, Сергей это объяснил, что это разобранное МОН-90, усиленное напалным якобы. И второе устройство на базе МОН-90, доработанное тем, что оно переделано под дистанционную активацию с дистанционным пультом управления. Соответственно, их передали в гараж предварительно снятые деницы. А как передавали? Денис оставил ключи, скинул координаты ключей, из нескольких дней пришел и, собственно, забрал ключи в том же месте, а уже в гараже была закладка. то, как вы совершили попытку этого, как вы планировали отход и почему это не получилось сделать у вас? Планировали выезжать сначала в город Макеевка, в городе Макеевка мы должны были, ну, уже был снят гараж, мы поставили машину в гараж как поплавок, сели в кафе, то есть это было заранее оговорено, и Сергей нам обещал, что нас заберут из кафе, там в течение 15 минут за нами приедет человек, который заберет нас из кафе и доставит на путь пропуска Майорска. Собственно, в кафе мы доехали, когда мы были до кафе, ставили машину, зашли, просидели полтора, наверное, около двух часов, ждали этого человека, потом, пока доехали, прошло еще два часа, когда мы приехали, выяснилось, что там большая очередь, порядка 300-400 автомобилей, мы связались с Сергеем, он говорит, покупите его очередь, но это еще в дороге было, купите очередь, чтобы вы долго не стояли, когда начали определяться, то есть денег на покупку очереди не было ни у нас, ни у перевозчика, то есть мы думали, что они будут у перевозчика, а перевозчика не обеспечены этим, ну и у нас собственно деньги заканчивались, ну о чем мы уведомляли Сергея, он типа хватит вам, в общем, когда мы приехали, мы там застряли надолго, прошло много времени и скорее всего нас опознали по с каких-то видеокамер, то есть на паспортном контроле нас опознали, опознали и задержали. Скажите, а что вы знаете о 8-м полке силы специальных операций, какое отношение к нему имеете? 8-й полк это место работы, ну и бывшее место работы Павла Балова, того человека, который нас с Денисом изначально эмукировал, ну в общем, который нас привлек. После того, как мы попали на территорию Украины, мы на территории 8-го полка были, вместе с Павлом Баловым заезжали по его сложенному необходимости. Мы находились в автомобиле, автомобиля не выходили. Ездили на полигон подчиненный 8-го полку на тренировочную стрельбу, о которой Денис рассказывает, из того резной стрельба проводилась пистолет на территории полигона 8-го полка. А можете рассказать, кто вами занимался? СБУ или ГУ? Изначально нами занимался Павел Балов, который имеет больше отношения к военным, то есть это 8-й полк. А позже весной он нас передал ГУРОВцам. То есть вот этот Сергей Хармек, он представился, он не показывал никаких удостоверений, просто представился, что он из этой структуры. Ясно. А можете рассказать о конспирации и как вы обменивались информацией со своими кураторами? происходило путем мобильных телефонов установленных у них мессенджеров изначально ватсап, а потом вайм. То есть вот через эти мессенджеры? нельзя проследить и вся конспирация. Такой оговоренной конкретной конспирации, которой нас бы готовили и подготавливали, такого не было. Нам было сказано установить данные мессенджеры и общаться только по ним. Никакой мобильной связи, никакими мобильными операторами мы не пользовались. Если выходили на связь, это только с помощью данных мессенджеров. А какую сумму вам мессенджеры поменялся? 10 тысяч долларов. Каждым? Каждым. А как вообще финансирование проходило? Там была выделена сумма вознаграждения за операцию и по словам Сергея, примерно такая же сумма была выделена на обеспечение. Выделялась примерно в районе тысячи долларов на обеспечение. Снять квартиру, снять пираж. Когда деньги заканчивались, об этом сообщалось Сергею, он докидывал еще дополнительно в каких-то тайниках, закладах еще дополнительно деньги. Но опять же в размере тысячи долларов и больше. Скажите, возвращаясь к подготовке, в каких областях Украины проходили подготовку? Вас вывозили на полигоны. Где это происходило? Вывозили на полигоны это еще вывозил балов, когда занимался. Это происходило в Хмельницкой области. Полигон неподалеку от города Хмельницкого. позже по взрывному делу вот эта подготовка. Это в районе города Киев, недалеко от города, в лесном массиве. И третий раз меня уже одного вывозили в Донецкую область, неподалеку от местного пункта Константиновка. Там происходила тренировка по сборке МОН-90 по дистанционному там сборке и подрыву, который я осуществовал. Это были специально оборудованные полигоны или лесопосадка? Нет, МОН-90 я взрывал ну, там, карьер какой-то, если ты не был специально оборудованный полигон. А стрельбы, которые весной балов проводил, то они были на полигоне восьмой полкана. Хотелось бы вернуться к вопросам конспирации и вашему неудавшемуся отходу, учитывая, что вы все-таки были носителями секретной информации, при этом у вас не было особой конспирации, нет ли понимания, что возможно вами просто пользовались, если вас никто не планировал эвакуировать? Есть ли такие предположения, что вас могли просто здесь использовать, и как минимум уничтожить как максимум? У нас были такие предположения, но, собственно, у нас, как я уже говорил, да и по факту, у нас не особо много выборов было. С выпадания на территорию Украины у нас уже не было документов, деньги выдавали только на еду. И сказали, или будете сотрудничать, или мы вас сажаем за сепаратизм, что около 15 лет, будете сидеть. Так что из-за этого вы пойдете, и просили также не забывать, что у каждого из нас есть семьи, которые могут пострадать тоже. В принципе, запугивание это все происходило, поэтому выбора особого не было, ехать или не ехать. и так же, как я уже ранее говорил, не было никакой особой конспирации. Никто к этому не готовил, никто ничего особо не говорил. Давали, сказали, ехать. Дали, мне вот лично, если про лично меня дали, я получил паспорт на имя Егорова Дениса Вячеславовича 85-го года рождения с Луганской пропиской в городе Киеве. Мне его дал из рук руки мне передал его Сергей Хорнет. И поехал я в Донецк. Так же я от него в Киеве там получил 50 тысяч рублей. И так, когда я первый раз, самый первый раз я приехал сюда, снял квартиру посуточно, потом снял на долгосрочный срок и давал квартиру. И все. Вел себя просто как обычный человек. не вызывал подозрений. Может, кого-то вызывал, конечно, подозрения, но я старался ничего не делать такого, чтобы к себе внимания припихать. Садил в магазин обычно, как обычные все ходят в магазин. Все, ничего. По сути, больше ничего и не делал. Никакой конспирации как таковой нет. А вы можете знать о взаимодействии представителей ГУР и СБУ в процессе подготовки к мероприятию по подрыву автомобиля? Ну, конкретное взаимодействие может там я не знаю, но то, что знаю, что-то расскажу. Уже в конце августа, уже когда это в начале сентября или в конце августа, уже когда дело подходило от финала до всего. В один день, когда при общении с Сергеем Хорнетом он сказал, что должен человек привезти взрывное устройство в гараж положительный. Также перед этим разговором он сказал, что на границе на пункте пропуска были арестованы была арестована агентура СБУ. Как бы, что из-за этого большой кипиш произошел в СБУ. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что вы совершили и какие в дальнейшем вас ждет ваша судьба? Конечно, понимаем. А какая судьба, это зависит уже не от. до встречи, когда вы не отрубили, я не отриваюсь, что вы как видите, что вы будете Продолжение следует...